Всем привет! В коем-то веке я решил спокойно поиграть, и это будет игра, которую посоветовал подписчик. Это 13 дней жизни. Кстати, в ней можно вроде как поставить русский язык. Вот, теперь мне не придётся ничего не переводить. Суть в том, что эта игра настолько андеграунд, что её даже удалили с Play Store и с Google Play, хотя оттуда не удаляют вообще откровенный трэш. Так что эта игра — это не трэш, это просто очень жёсткий, прямо андеграунд. Вот здесь даже написано «Разбитые мечты, воспоминания, разбитая жизнь, всё, что когда-то могло нравиться, исчезло». Всегда пытаешься стать хоть немного лучше, чем раньше, но окружающие сделают всё, чтобы ты считал себя никем. В общем, очень позитивная и весёлая игра. Пожалуй, начнём. Игра крайне не рекомендуется лицам, находящимся в депрессии и имеющим слабую психику. В игре упоминаются жёсткие и неприемлемые действия. Короче говоря, дисклеймеры к этому видео тоже относятся, но все всё понимают. Вот. Игра начинается, и перед нами какой-то такой жёсткий пиксельный мрачный город. 7 октября 2016 года. Чувак сидит на крыше. Марк, когда-то я жил в городе Бленквилл, когда ещё был ребёнком. Я не понимал тогда, что есть и другие города, страны, куда можно уехать и забыть всех, кого ты не хочешь больше видеть. Я просто жил в одном месте, в одном городе, терпел, избегал, ненавидел всех. Хотел просто исчезнуть навсегда. Когда я немного повзрослела, в моей жалкой жизни произошла катастрофа. После того случая всё стало только хуже. Я не мог больше оставаться в этом месте и решил покинуть Бленквилл. Попробовать начать жизнь заново, изменить себя, стать другим. Я не мог далеко уехать, у меня не было достаточно денег для этого. Да и моя тётя, которая стала моим опекуном, не была в восторге от такого решения. Она понимала, что я не смогу больше находиться в этом городе, что мне станет только хуже в дальнейшем. И дала своё согласие оплачивать квартиру, в которой я буду жить. Высылать каждый месяц немного денег на личные расходы, пока не закончу колледж. Так я остался здесь, в Сайлент Тауне. Почти Сайлент Хилл, наверное. Город, в котором всё должно было стать по-другому. Взлетает голубь. Дурацкий голубь. Ещё бы немного и упал с крыши. Я уже падал когда-то с большой высоты, но она не была размером с четырёхэтажный дом. Остался жив случайно. Здесь, в Сайлент Тауне, я понял, что сбежав из одного места в другое, ничего не изменишь. То, что создаёт новые проблемы, всегда останется. От самого себя не убежишь. Ладно, вернуться в квартиру. Всё управление, это возможность ходить влево-вправо. И действия разные активировать. Ладно, у нас, короче, квест вернуться в квартиру. Очень такой жёсткий квест. Но реалистично я тоже так делаю. За этой дверью произошло убийство ещё до того, как я поселился в соседней квартире. Как-то раз я пытался найти в газетах. В интернете что-нибудь о том, что там произошло. Но так и не смог. Почему-то все жильцы этого дома стараются обходить её стороной. Может, там произошло что-то настолько страшное и жестокое, что об этом даже боятся говорить. Сейчас там никто не живёт. Наверное, никто не хочет покупать квартиру, где кого-то убили. Так, и вот мы зашли в квартиру Марка и выполнили наш первый квест. Положить сумку и ключи. Так, сумка это на вешалку, а ключи на столик для ключей. В Сайлент Тауне такие же люди, от которых хочется бежать, как и в Бленквилле. Не знаю, почему я решил, что всё станет лучше, если я перееду в этот город. Здесь я также всех избегаю. Жду, когда закончится день, потом следующий. За ним ещё один. Похоже, бежать от всех стало моей привычкой, даже инстинктом. Достать продукты из холодильника. Вот, вот это я понимаю, когда такие квесты понятны. Сэндвич с сыром или сэндвич с колбасой? Развилка сюжетная. Она, наверное, определит дальнейшее течение дел. Ну, возьмём с колбасой. Он чем-то постучал по сэндвичу, и он приготовился. Окей, я выполнил квест «Поужинать». Больше игра не предлагает мне квестов. Ноутбук. Погода на 8 октября. Огонь на температуру 12. Пасмурно-дождь юго-восточная. Новости. Комета не столкнётся с Землёй в ближайшее время. Судя по настроению этого чувака, он этим вряд ли доволен. Один из крупнейших космических объектов в Солнечной системе комета Уэста. То есть, это комета больше всех других объектов в Солнечной системе. То есть, и планеты, и там Юпитера, не знаю. В общем, комета не упадёт на Землю. Беда, печаль. Блоги. Блог Херт 023. Как же надоедает вставать каждое утро и, выходя на улицу, чувствовать упорные, провожающие взгляды прохожих, наполненные злобой и презрением. Надоедает улыбаться через силу знакомым людям и видеть у них на лице отражение своей улыбки, наполненной отвращением. Это, как я понял, персонаж игры делает подобные записи. И он меня просто в 2007 вернул в сентябре, который горит. Где ещё нехороший человек плачет, которого я не могу назвать, потому что алгоритмы Ютуба не одобрят. Вот тогда, да, тогда была вот эта вот атмосфера, когда каждый чувак с тонкой душевной организацией вёл подобный дневник с подобными записями. Однажды я смотрел фильм про конец света, где огромный астероид должен был врезаться в Землю. Мне тогда было примерно 7 лет. После его просмотра мне было страшно смотреть ночью в небо. Я боялся, что замечу какой-нибудь метеорит, приближающийся к Земле. Да и сейчас, когда смотришь на звёзды в небе и осознаёшь, насколько бесконечен космос, становится холодно в груди. Так, ну у нас квест лечь спать. А вон там чё за дверь, кстати, интересно. Чё здесь можно? Здесь можно. Здесь есть только унитаз. Ну, наверное, можно поссать. И действительно можно поссать. Возможность поссать в игре это важная вещь. Нужно её обязательно добавить во все свои игры. Так, ну у нас квест лечь спать, поэтому не будем ничего больше делать. Вот, я так понимаю, он спит здесь на диване. Да, мы легли спать. И сны у нас такие суровые. Найти выход. Ну, двигаться можно только влево и вправо, влево ничего нет, поэтому вариант только один. Убегать от монстра. А прыгать можно как-то, интересно, или нет? Кстати, как-то он странно подлагивает его бег. Так, try again. То есть монстр в его сне его убивает, и ему приходится бежать заново. Мне таких снов раньше не снилось. Ну, добежали до двери. Try again. То есть я ещё должен успеть нажать на акт. Это знаете, как такой, наверное, сон, когда во сне убегаешь от монстра, и тебе кажется, что у тебя ноги в каком-нибудь липком, какой-нибудь липкой фигне, и из-за неё ты не можешь достаточно эффективно убегать от монстра. Видимо, эти подлагивания, они символизируют вот эту вот липкость в ногах, из-за которой сложно убежать от монстра в подобных кошмарах. Наверное, если бы я играл пальцами, это было бы гораздо проще сделать, потому что я бы просто пальцем тыкнул, это ж мобильная игра. Этим чуваком можно управлять с клавиатуры его движением вправо-влево, а значит, я смогу нажать на акт вместе с движением. Да, я прошёл эту жесть. Каждый день начинается с этого кошмара. Уже не помню того времени, когда он мне не снился. Убегаю от ужасного существа, и впереди дверь. Потом я в ужасе просыпаюсь. За сколько лет пора уже привыкнуть к таким кошмарам, но я всё равно просыпаюсь в ужасе после них. С самого утра хочется, чтобы день уже закончился. Хочется забыть всё. Хочется просыпаться утром и не помнить, что было вчера. Принять душ, тоже отличный квест. Блин, это такой симулятор обыденности. Принимаешь душ, ешь сэндвичи. Или я должен, наверное, проникнуться его этой жизнью, прежде чем начнётся какой-то экшен. Новый день в моей долбанной жизни. Ну ничего так, одетым душ принимать. Самое то. Зеркало. В зеркало можно посмотреть стало. После стольких лет среди тех, кого ты не любишь и кого мечтаешь забыть, лицо каменеет от скрываемых эмоций. Теперь я даже не могу заставить себя улыбнуться. Так, а квеста-то мне не выдали никакого? Чё делать-то надо в этот день? Здесь собака всё ещё сидит. Так, выйти он чё-то не хочет наружу. Это выход на крышу. То есть просто так выйти на улицу нельзя. Можно действовать только по квестам. А что конкретно сделать сейчас, не написано. Нехорошо. То есть когда у тебя ключи в кармане, ты дома вообще ничего делать не можешь. Сколько времени уже прошло с тех пор, как я купил эту гитару. Так хотел, научился играть на ней. Но чем дальше я учился играть, тем больше было разочарования в моих силах. Не, ну это так, ты же за. Ставь порванную струну, если было. Может нужно позавтракать, не знаю. Не знаю почему, но по утрам почти всегда нет желания завтракать. Иногда приходится силой в себя что-нибудь запихивать, чтобы не появилось чувство голода ближе к обеду. Сесть, встать. Зарядку сделали. Так, может ноутбук нужен? Так, это про метеорит. Это найти её в блогах. Ладно, начинаем проходить игру путём пиксель хантинга. То есть тыкать просто во всё подряд. Может обратно лечь спать нужно? Мне пора на занятия. То есть нужно было снова лечь в кровать, чтобы он вспомнил, что ему пора на занятия. Ну с другой стороны, может ему настолько не хочется идти на занятия, что он об этом вспоминает только когда, не знаю, пытается снова пойти спать. Квест идти в колледж. Да, эта игра, мне кажется, просто слишком реалистичная и слишком жизненная, поэтому её удалили из плейстора. Всегда любил дождь. В это время на улице редко кого можно встретить. А если встретишь кого-то, то он не обратит на тебя никакого внимания. Пройдёт мимо, закрывшись зонтом или чем-то ещё. Ну, я так понимаю, нужно идти вправо, как обычно. Какая атмосферка в этой игре. Так, и чё он дальше-то не идёт? Всё, пришёл. Это твой колледж? Не похоже. Такой домик, может он с призраками? Туда тоже нельзя зайти. Так, вот здесь чё-то было, чё-то, чё-то, чё-то было. Кот. У меня когда-то был кот, но однажды он просто ушёл и не вернулся. Да, даже коты от тебя уходят. Газетный киоск. После 25 лет поисков найден маньяк, пытавший женщин для посмертной фотосессии. А городок-то у них ничего весёлый. Коридор неизвестного дома. Ну нормально, шёл в колледж, зашёл в коридор неизвестного дома. Так, погладить кошку. Погладить кошку это важно. Погладил кошку. Больше здесь ничего нет. Похоже, снова опоздаю на занятия. Да ты как-то и не спешил особо. А вот двор колледжа. Думал, когда закончу школу, все мои повседневные ужасы закончатся. Но поступив в колледж, понял, что проблем стало только больше. Теперь к тому, как ты выглядишь, что ты делаешь и с кем общаешься, относятся серьёзнее. Одна ошибка и твоей спокойной жизни придёт конец. Как раз таки, по-моему, после школы эта вся фигня полностью заканчивается. И уже там в колледже или в институте люди гораздо адекватнее в этом плане. Так, вот здесь студенты, с ними можно поговорить. Я слышала, что одна из студенток покончила с собой. Тоже об этом сегодня слышал Виктория, да? Говорят, её недавно парень бросила, поэтому она с катушек съехала. Мне кажется, у неё не было парня. Кто бы стал с ней встречаться, может только полный псих. Помню, как она с преподавателем химии поругалась. Всё занятие сидело как на иголках. А после окончания лекции встала, схватила у него со стола стакан с водой и плеснула ему прямо в лицо, а потом убежала из кабинета. Какие отличные люди живут в этом городе! Я просто вот радуюсь. Так, здесь можно подсесть к кому-то, но это ничего не изменило в жизни этого человека. Окей, заходим в колледж. Дойти до своего шкафчика. Тоже отличный квест. Шкафчик Марка. Расписание занятий, кабинет химия 110. То есть теперь мне нужно найти кабинет 110, получается. И как я узнаю, какой из них какой? Но это, похоже, не тот. Вот я должен найти кабинет 110, но они здесь абсолютно не подписаны. То есть я сейчас обошёл все кабинеты. Ни в одном из них ничего нет. А вот здесь плакат, можно плакат посмотреть. 16 октября состоится вечеринка в честь дня рождения Грейс. Приглашаются все желающие хорошо повеселиться. И вот теперь у меня снова появился квест дойти до кабинета химии. То есть если бы я не посмотрел на этот плакат, этот квест бы не активировался. А теперь мне нужно, походу, снова обходить все эти кабинеты. А, ну вот, кабинет химии. Теперь это кабинет химии, потому что до этого это был просто пустой кабинет. То есть я так понимаю сложность в том, что я буду должен узнать атом магния. Вот это научные квесты. Модель атома магния. Откуда я могу знать, как она выглядит? Ну да, учиться мы не очень любим. Так, модель атома. Возьму эту. А там может другую какую-нибудь взять? Бери сразу все, тогда не ошибёшься. Скелет. Похоже, этот скелет не раз был сломан. Его жизнь закончилась здесь. Ну, учитывая этот городок, как тут дела делаются, может это и правда кого-то замочили и сделали скелетом. Мужик, у тебя есть изолента, у меня есть атом магния. Если бы вы лучше подготовились к занятию, то знали бы, что магний имеет гексагональный тип кристаллической решётки, принесите уже то, что я просил. Магний имеет гексагональный тип кристаллической решётки. Мне всё равно, какой у него тип. Так, модель атома. Надеюсь, это она. Хорошо, Марк, садитесь на своё место. Сесть на своё место. То есть мне тут предлагается выбор. Либо сесть на вторую парту. А нет, на вторую-то и нельзя сесть. Можно только на последнюю. Тьмы это тот чувак, который вечно сидит на последней парте. Наказанный студент, стоящий в углу, ничего себе. Ботан со второй парты, правильно тебя наказали. Так, сесть. Образуют слои, состоящие из сопряжённых правильных шестиугольников. Слои налагаются по закону АБАБА. Слой Б сдвинут относительно слой А на величину вектора, равного связи С и С. Спать. Вот, нам доступна опция сна на лекции. То есть в этой игре можно спать на лекции, можно страдать, можно искать выход из жуткого сна. За нами опять, что ли, эта штука погонится и случится лагающая погоня. Так, это что, препод, что ли? Крик преподавателя. Преподаватель нас будет, спасает от монстра. Значит, спите во время моей лекции. Нет, я... Я, в общем, всё хотел рассказать по поводу того, что мне как-то приснился сон с подобным сюжетом. За мной бежала какая-то хрень жуткая. Я от неё убегал, также не мог убежать. Но потом я подумал, а зачем я от неё убегаю? Я просто развернулся и нормально с ней поговорил, а больше мне эта хрень никогда не снилась. Так что, пацаны, вот так надо делать. Так, прозвучал звонок. И что теперь я должен делать? Просто уйти отсюда. Студентки. Не поверишь, что сейчас расскажу. Вчера видела Кевина возле кафе, и он целовался с другим парнем. Так вот, почему он не захотел встречаться со мной. Кто бы мог подумать, что он любит мальчиков? Этот студент слишком сильно наказан, что с ним даже нельзя разговаривать. Это такой максимальный лох и изгой класса. Книга. Гексагональная плотно упакованная решётка отличается от простой. А, наверное, если бы я прочитал эту книгу, я бы смог подобрать правильный атом магния. И если бы я ему принёс правильный атом, у меня сон бы, что ли, изменился. Отправлюсь я, пожалуй, домой уже. Здесь ничего не поменялось. Собака всё ещё сидит. Но теперь я могу с ней повзаимодействовать. Или не могу. Ничего не произошло. Ладно, так как дома делать нечего, я решил снова вернуться в этот колледж. Вот наверняка я снова должен сделать какое-то абсолютно неочевидное действие, чтобы сюжет продвинулся дальше. Ну, замечательно. Оказывается, нужно было просто ещё раз подойти и прочесть эту книгу по химии. И тогда квест обновился. Выйти из кабинета появилось. Вон там какой-то чувак тусуется. Обязательно нужно до него докопаться. Немая сцена. Не, это очень реалистичная игра, прям всё как в жизни. С этим я просто не спорю. Та девушка, её, кажется, звали Виктория. Как она вообще могла покончить с собой? Не знаю, может, у неё были какие-то проблемы в семье. Я слышала, что она в день рождения своей матери перед всеми родственниками объяснила, что у её отца есть любовница. И что было потом? Потом, говорят, был большой скандал, и в итоге мать подала заявление на развод. То есть теперь я, наверное, всё-таки могу уже идти домой. В общем, на этом я пока закончу записывать эту игру. Значит, мы поиграли в симулятор сна на лекции, в симулятор убегания от монстров, в симулятор ходьбы, конечно же, в супер андеграундную игру, которую удалили с Плейстора. Может быть, когда-нибудь я и продолжу в неё играть, и дойду до всех мистических и интересных событий, которые в ней наверняка есть, но не сегодня. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!